Исход глава пятнадцатая Колесницы фараона и войско его ввергнуло он в море, и избранные его военачальники потонули в черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силою, десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего раступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ этот, который ты избавил, провожаешь силой твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавицких, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы твоей, да они имеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на место, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам перед ними, пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море, и повел Моисей Израилетяна Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил ее в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, Если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на египтян, ибо я, Господь, целитель твой. И пришли в Елим, там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах.